МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это необычная программа «Попутчик». Сегодня мы подводим итоги уходящего 2011 года. Впереди еще много поздравлений от ведущих Телеканала «Автоплюс». Но начинаем эстафету мы, спортивная редакция Телеканала «Автоплюс». В студии главный редактор Павел Федоров и комментатор серии «Мото-Джи-Пи», обладатель Кубка России 2011 года Андрей Бойко. Здравствуйте, Павел! С наступающим Новым годом, дорогие телезрители! А по правой руке от меня комментатор американских гоночных серий, а также европейской международной серии «Лиман» Владимир Башмаков. Здравствуйте, друзья! Ребята, у нас буквально немного времени, потому что еще целую очередь людей, которые хотят поздравить наших телезрителей. Давайте начнем быстро и коротко подводить итоги года. С чего все начиналось? Спортивный год по традиции начинается с большого испытания супермарафона «Дакар». И в этом году, насколько я помню, как всегда отличились наши команды. Цей команды «Камазмастер» привезла золото. Это была седьмая победа подряд Владимира Чагина. Но, кроме того, была еще одна замечательная дата. Можно так сказать, впервые на «Дакаре» финишировал российский мотоциклист. Да, это можно назвать большим событием. Нашлись все-таки деньги и средства финансирования, потому что Алексей Новымов давно и долго упорно тренируется, начиная с мотокроссов, я с 2000 года. Уже, в принципе, так, значил он светиться на российском чемпионате. И вот плавно он шел к этому. Но проблема нашего мотоспорта связана с тем, что нужно было именно финансирование. Удалось Алексею это найти, удалось потренироваться за границей, удалось получить определенный опыт, удалось финишировать. Хватило здоровья? Ну, хватило здоровья, да, понятно, что тренировки, они как бы... Удалось финишировать, это действительно прорыв, потому что ни один российский пилот мотоцикла еще пока в «Дакаре» не финишировал. Но пытались многие. Ну, пытались многие, да. Но забегу вперед, в этом сезоне, вот сейчас будет буквально Новый год, с минуты на минуту, стартует гонка «Дакар», но уже без российских мотоциклистов, российская мотофедерация не нашла денег, не нашлись спонсоры, и Наумов у нас в этом году не поедет. Но зато там едет команда «Камазмастер», там едет Леонид Новицкий и вообще полноценная сборная России, которой, конечно же, желаем удачи. Ну, к другим событиям, наверное, одно из самых главных событий в мире большого автоспорта – это первый подиум российского гонщика в королевских гонках «Форму-1». Да, действительно, Виталий Петров в этом году финишировал на третьем месте в самом первом гран-при этого сезона, на гран-при Австралии. Это был большой прорыв, но это был ведь не просто подиум. Ведь подиум, он может быть разным в автогонках, он может быть по случаю везения, но самое главное было в том, что это была очень сильная, действительно хорошая, уверенная и уже взрослая гонка в исполнении Виталия Петрова. И он был быстрее многих. К сожалению, потом, по ходу сезона, были проблемы у команды, и вот эта их система переднего выхлопа, которая была тяжело моделировать в аэродинамической трубе, помешала адекватно, так скажем, разрабатывать новинки и уже представлять их по ходу сезона. Были проблемы с тактикой, были проблемы некоторые уже под конец. И в целом, так скажем, в команде. Но, несмотря на это, десятое место по итогам сезона, кроме, конечно же, единственного, к сожалению, подиума. На три позиции лучше, чем по итогам прошлого года. И Виталик в этом году действительно ехал намного лучше. Он показал себя уже как взрослый пилот. И если в прошлом году были действительно какие-то ошибочки, за которые его можно было, в принципе, поругать, то в этом году он уже практически их не допускал и показал себя действительно с хорошей стороны. Показал, что он умеет учиться и что уже способен даже быть лидером команды. Что еще нового? На этот раз в мотоспорте. В «Формуле-1» это огромное событие. Это действительно первая заявка. Не просто, что был свой пилот в «Формуле-1», он действительно способен еще и побеждать. И он есть до сих пор. Желаем Виталию Петрову только успеха в следующем сезоне 2012 года. И будем надеяться, что он будет работать также на победу. В мотоспорте, Андрей. В мотоспорте, конечно, королева мото-гонок мото-GP. И в этом сезоне, конечно же, печальное событие. И, думаю, выразим сейчас соболезнованную семью Марко Семанчелли от всех российских мото-гонщиков. Конечно, это великая утрата. Очень талантливый пилот. И такого не было уже очень-очень давно. И печально, что до сих пор это все-таки происходит. Но это мотоспорт. От этого никуда не деться. Будем надеяться, что в будущем все-таки такого уже трагического финала не будет. Исхода не произойдет. Мото-GP. Это, конечно же, переход Кейси Стоунера в Хонду. Вновь он вернулся в родные пенаты, когда давно он выступал на этом мотоцикле. И, конечно, переход Валентина Росси в Дукатти. Кейси Стоунер с Хонды, всем известно, это титул. Причем очень качественный, очень мощный, очень быстрый лидерство практически на всех этапах, свободных практиках. Валентина Росси в Дукатти пока не смог выдрессировать. И пока результат не очень. Кстати, единственный один подиум в этом сезоне. Всего лишь и, можно сказать, худший результат для Росси за последние много-много лет. Что про наших? К сожалению, в этом году нигде нет. Ни в 125, ни в 250. К сожалению, мы не смогли потянуть, видимо, команды Мото-2. Ну, довольно сложные, довольно дорого. Сейчас, скажем так, несколько другой фокус. Потому что все-таки решили наши команды, и в первую очередь это Яхнич Мотоспорт, обратить свое внимание. Есть еще и команда, которая участвует в Миралом Супербайке в серии Суперспорт на 600-кубовых мотоциклах. И здесь, в общем-то, случилось главное. Подошла команда Яхнич Мотоспорт правильно, наверное, к промоушену именно этих гонок в России. Наконец-таки достраивается, будем надеяться, что достроится Москва Рейсвей. Вроде бы, я слышал, первый слой асфальта положили, даже были фотографии такие с птичьего пальтота. Но еще два слоя, еще, да, отделочная работа и прочее. И мировой чемпионат должен приехать в Россию. Уже в 2012 году, дорогие друзья. Да, уже в 2012 году он приедет в Россию, как раз при поддержке этой команды. И была тестовая серия с Владимиром Леоновым, который в этом сезоне ехал... Ну, вы, конечно, все прекрасно наши телезрители помнят, что ехал он и в 250-ках, в Мото-2. В этом сезоне он, скажем, пошел он такой, сознательно пошел на дауншифтинг, выступал в испанском, в итальянском, прошу прощения, чемпионате. И третий результат, досадный, кстати, падение на последнем этапе, вынесли просто Вову. И реально мог бы быть первым. В итоге оказался третьим, участвовал в последнем этапе по вайлдкарт мирового суперспорта в Портимао. Потрясающий просто старт с 18-й позиции, 9-е место на финише, великолепный тройной обгон. В общем-то, за дел есть. Но, опять же-таки, требуются деньги, требуется финансирование. Будем надеяться, что сложится. И праздник мотоспорта, в первую очередь, дойдет именно до России. Можно будет действительно на этих парней посмотреть вживую. Может быть, заинтересуется уже кто-нибудь тогда. Кто-нибудь. И мотоспортом, и российским мотоспортом в том числе. Ну что ж, это достижение 2011 года. Если мы говорим о трассе Москово-Рейсовой, Владимир, в следующем году туда еще и придет мировая серия Рено в полном составе. И как раз этот уикенд должен стать самым крупным, первым самым крупным уикендом на данном автодроме. Автодроме очень интересно. Будем надеяться, что там будут действительно великолепные гонки, что его все-таки достроят, построят. И мы сможем наслаждаться уже в России на действительно такой трассе всеми событиями. Кто из формулистов? Вот из наших ребят в этом году отличился больше всего. Помимо Виталия Петрова, конечно. Вообще в сериях. Конечно же, Сергей Сироткин, 16-летний автогонщик, который в прошлом году 6 гонок провел первые в форму «Леобард». В этом году он продолжил там свои выступления. Он стал чемпионом европейского кубка формулы «Леобард» и стал серебряным призером итальянской формулы «Леобард». Там просто определенный набор этапов. Какие-то входили частично в европейские, какие-то в итальянские. Но в целом он очень сильно провел сезон. Кто еще? Конечно же, Даниил Квят. К сожалению, он уступил Карлосу Сайенсу-младшему несколько позиций по уходу этого сезона. Как в североамериканском кубке двухлитровом формулы «Рено», так и в еврокубке. Он оказался позади Сайенса. Но так или иначе, он закончил еврокубок третьим, североевропейский кубок на второй позиции. И по-прежнему он остается в молодежной программе «Рэдбула». Наряду с такими гонщиками в этом году он там был как раз как Карлос Сайенс-младший. Жан-Эрик Верн и Даниэль Риклярду – это два гонщика, которые теперь приходят в команду Тора Росса в «Формулы-1». Так что я думаю, что… В следующей очереди наш пилот, дорогие друзья. На очереди уже Даниэль Квят. Будем надеяться, что он останется в этой программе, которую, кстати, сократили в 2009 году. Там было раньше 9 пилотов, а теперь только 4. Есть среди них Даниэль Квят. Здорово. Еще, конечно, не можем не сказать о чемпионате мира по ралли WRC, который мы показываем на нашем канале регулярно, будем показывать в следующем году. Конечно же, Евгений Новиков. И в этом году он вновь выступал за рулем боевого автомобиля. Это, правда, частная машина команды «Форд», автомобиль «Форд». Но в этом году у него замечательный опытный пилот из старой гвардии. И Евгений показал очень хороший положительный результат. Вновь несколько гонок были очень стабильны, он очень быстр. Но на этот раз он именно накатывает опыт. Хотя по-прежнему славится своими быстрыми, резкими какими-то движениями. Выигранные допы, потом красочные, зрелищные аварии. Но, тем не менее, это рост спортивного мастерства. И в следующем году мы, конечно же, надеемся увидеть его на трассах чемпионата мира. Без аварии прогресса не будет. Конечно. Ну, в таком виде, как ралли. И еще, дорогие друзья, не можем не рассказать вам, конечно же, о ралли-кроссе. В европейском первости по ралли-кроссу уже второй год выступает казанец Тимур Тимирзианов. В прошлом году он выиграл в классе Супер 1600, стал чемпионом Европы. Это высшая награда в мире ралли-кросса. В этом году у него бронза. И, на самом деле, в самом начале сезона, в первой плане гонок, он лидировал абсолютно. Но потом первенство у него отобрал Сейр Иссексон, трехкратный чемпион серии. А второе место звезда американского топ-гира и звезда американского дрифта Таннер Фауст. Вот такие вот итоги. Ну что ж, у нас наше время в эфире подходит к концу. Ребята, от имени своих подразделений поздравляйте зрителей. Будем уступать место в эфире остальным ведущим телеканала «Автоплюс». Андрей, тебе слово. Поговорили о кольце, забыли еще о грязных дисциплинах. Скажем, там у нас еще достижение Евгения Бобрушева. Конечно, мотокросс. Я надеюсь, что в следующем году опять-таки мы это увидим. Эмилий Сайфудинов закончил сезон шестерки в спидвей и, соответственно, продлил себе билет на следующий сезон и опять-таки будет участвовать. Ну, что можно пожелать? С Новым годом, с новым мотогоночным годом. Будем, конечно, ждать у экранов. Если есть возможность, присоединяйтесь пусть к нашему небольшому на чемпионат России. Давайте продвигайтесь в этом месте и, конечно же, болейте мотоспортом. Владимир. Ну что же, в следующем году у нас действительно будет очень много, как и в этом, разных гонщиков российских в разных гоночных категориях. Будем надеяться, что будут появляться наши гонщики и за океаном, в американских автогонках. Хочется пожелать всем зрителям телеканала «Автоплюс» хороших, интересных гонок, безопасных, интересных сражений и просто счастья в личной жизни. Смотрите телеканал «Автоплюс». Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Спортивная редакция желает вам Нового года. Конечно же, смотрите гоночные серии, гоночные трансляции. Не забывайте о своих близких и родных. И, конечно же, будьте внимательны и аккуратны на наших дорогах. Ведь безопасность и здоровье нас, самих и наших близких, превыше всего. А только после этого может быть азарт и яростная борьба гонок и автоспорта. Это мы постараемся вместе с коллегами вам обеспечить. Дорогие друзья, на этом наше время в эфире сегодня и в этом году подошло к концу. Передаем эстафету нашим коллегам. От всей души желаю вам счастья, радости, здоровья, мира в ваших домах. И, конечно же, безопасности на ваших дорогах и ваших автомобилях. Помните, безопасность прежде всего, а азарт и ярость мотоспорта мы постараемся в будущем году вместе с коллегами вам обеспечить. До встречи в Новом году. С Новым годом! Дорогие друзья, те, кто смотрит автомобильные передачи, спортивные передачи, спортсмены, зрители, тренеры, механики, все те, кто любит автомобильный спорт и автомобиль, поздравления с Новым годом, пожелания здоровья и успехов. Спортсменам победы, но победит, естественно, сильнейший. Я поздравляю зрителей канала Автоплюс с Новым годом и желаю, чтобы в вашей жизни было побольше автомобильных эмоций. Чтобы автомобиль чаще становился не просто средством передвижения, а еще и средством получения удовольствия от жизни. Чтобы в вашей жизни появилась какая-нибудь красивая автомобильная история, которая бы сделала вас чисто по-человечески богаче. Хотел бы воздравить зрителей телеканала Автоплюс с наступающим Новым годом. Автогонщикам и спортсменам пожелать успехов в следующем году и побольше медалей и кубков. Добрый вечер, дорогие друзья. Я продолжаю, собственно говоря, вести программу. Настал очеред мне это делать. В эфире я, Максим Пастушенко и, разумеется, программа «Попучик». Пользуясь случаем, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого доброго, светлого, здоровья и, конечно же, поменьше негативных ситуаций на дороге. Ну, а со мной сегодня в студии уважаемый гость, главный редактор журнала «За рулем» Антон Чуйкин. Добрый вечер, с наступающим. Добрый вечер, с наступающим, Максим. С наступающим всех зрителей. Всего самого лучшего в 2012 году. Конечно, хочется поговорить о Новом годе, но поговорим о годе уходящем, а точнее о том, что произошло в автомобильном мире. Антон, скажите, на ваш взгляд, что самое главное, ключевое происходило, причем не только в мире, но и у нас в стране, в автомобильной жизни? Ну, и тем более, что то, что происходило, перейдет все-таки и в Новый год тоже. Так что мы, так сказать, и про 2011, и про 2012 год сразу поговорим. Ну, если говорить про автомобили именно, которые какую-то роль такую серьезную сыграли и сыграют на нашем рынке, то я бы сказал, что то, что мы видели в 2011 году в России, это выход бюджетных моделей такого необычного, на мой взгляд, большого количества. И это уже скачок, это количество переходит в качество, на мой взгляд. Потому что началось, наверное, в феврале с выхода на рынок Соляриса. Его потом поддержал его ближайший родственник Киа Рио. Объявлен в августе и продажа с октября. В конце года нам представили Гранту, и продажи начались в самом конце декабря. Ну, и, собственно говоря, еще один сектор, это кроссоверы, очень популярный. Нам показали российский Рено Дастер, объявили на него цены. Вот я бы сказал, что на российском автомобильном рынке вот эти события, наверное, первые, которые вспоминаются, если оглядываться на все эти 12 прошедших месяцев. Лада Гранта на ваш счет как? Создать серьезную конкуренцию вот этим бюджеткам или нет? Потому что, видите, появился и, опять же, кстати, тоже в сегменте бюджетных автомобилей, самый дешевый иностранный, если так можно сказать, автомобиль с автоматом, да, по цене сопоставимый с отечественными автомобилями, с механикой. То есть, я говорю про «Зрас шанс». Ну, Гранту я с нетерпением жду. Пока мы еще не общались именно с серийной продукцией, пока это были образцы, которые предоставлялись там на тест-драйвы, да, в той или иной степени, они, конечно, такие, немножко предварительные. Но посмотрим, посмотрим, что будет. Я думаю, что конкуренцию она создаст только, ну, может быть, не непосредственно автомобилям тоже новым и иностранным, потому что все-таки цена заметно ниже. То есть, ее же позиционируют как замену классики, там, замену некоторым седанам производства от Альяти, ну, и, конечно же, вот сектору, наверное, поддержанных машин иностранных. Вот там вот конкуренцию создаст точно. Будет ли впрямую «Лада Гранта» конкурировать с тем же «Солярисом», там, да, рекордсменом продаж или там с «Логаном», не знаю, в каких-то секторах, наверное, будет, но, мне кажется, не очень жестко, потому что все-таки она дешевле. Если переключиться все-таки на будущий год, да, который мы сейчас встречаем, продолжится ли такая тенденция? Чего нам ждать в бюджетном секторе? Появится что-то? Ну, во-первых, нам пока только объявили, да, и «Гранту», и «Дастер», они выйдут на рынок, и мы увидим, как они там работают на рынке. Ну, и, пожалуй, еще одно, это долгожданная новинка, давно имеющаяся в Европе под именем «Дача», это «Логан МЦВ», да, и который у нас будет производиться под маркой «Лада» и под именем «Ларгус» или «Ларгус». Ну, такое оно, да, вот имя, видимо, подчеркивает иностранное происхождение автомобиля. Вот его, наверное, стоит ждать, именно как вот такую наиболее громкую новинку, яркую. Еще же у нас есть, мы с вами уже говорили, такая интересная штука, как электродвигатели. Ну, это да. Кстати, между прочим, этот год, он, в принципе, вот я вот сам понаблюдал и заметил, что этот год как никогда богат на новинки в области экоавтомобилей, потому что в этом году, как грибы начали появляться, гибриды мобилей практически у всех производителей, да, даже те, которые до этого не делали, то есть это там «Фольксваген», «Инфинити», которые до этого не представляли. Причем гибриды мобилей уже не ассоциируются с таким тухлым, скучным автомобилем. Это уже серийная продукция, да. Серийная, да, причем если раньше «Приус», особенно в Штатах, это вообще такое, как бы, ну, не ругательство, но такое уже именно нарицательное, да, как у нас, там, не хочу никого обидеть, но владелец «Скалины», то есть как бы такой объект юмора, стеба, то есть точно так же в Штатах «Приус». Сейчас гибридный мобиль тот же самый «Инфинити-М» гибридный, совершенно скоростной, мощный и динамичный автомобиль, поэтому… но также и электромобили появились, то есть, например, можно даже сказать, что «Ниссан Лифф» стал автомобилем года. Так и есть, и, собственно, именно чистые электромобили, если у кого-то их не было, то сейчас они действительно есть практически всех на той или иной стадии, там, подготовки к производству. Кто-то говорит о концептах, кто-то уже о серийном продукте, но, тем не менее… Демонстрация возможностей. Тем не менее, факт состоялся, вот мы его запомним, как, так сказать, как отсчет, понимаете, когда появились компьютеры, тоже никто не знал, что они будут у каждого на столе. Здесь вот тоже надо этот момент запомнить, что в середине лета сюда вышел «Митсубиси АМИЕФ», стоит он, на самом деле, как «Паджеро», это страшно подумать. Да, да, то есть, вот эта кроха… Да, да, но, тем не менее, вот эта кроха, она здесь когда-нибудь, мы ее будем вспоминать, как первопроходца. Ну, естественно, да, у всех остальных, безусловно, появились всякие гибриды «Плагин», появился «Лиф», который, в общем-то, кстати, тоже очень недешевый, но, тем не менее, уже показывает какие-то продажи в Европе, там, и у себя на родине. А «Лиф» сколько стоит, кстати? А примерно столько же. Вот я, так сказать, в Европе… Ну, то есть, уже все-таки больше автомобилей за те же деньги. Ну, поскольку, да, у него нашей цены нет, то я могу сказать, что… Ну, если европейские цены стоят. Они примерно одинаково стоят и «Лиф», и «Аймеев» в Европе. То есть, это очень дорого. Другое дело, что их приобретение государство немножечко спонсирует, так скажем, и льготами, и какими-то и субсидиями, да. И, ну, лиха беда начала. Все равно с этого придется начинать. Понимаете, если обернуться на 125 лет назад, то бензин тоже продавали в аптеках, и было не дешево. Ну, да, да, согласен. Поэтому, ну, сейчас применитарь самостоятельно. Ну, вот интересно, кто, по крайней мере, в России, то есть, если в Европе там, как бы, это бум, мысли об экологии, да, то есть, это действительно уже вживлено в головы людей, то у нас, разумеется, этого нет, конечно же. У нас все-таки менталитет больше американский, где машина должна быть большая, мощная, с большим двигателем и так далее. Интересно, пускай там, сколько там, три штуки, да, купили этих МИЕВ у нас в России, да? Ну, я статистики сейчас, конечно, не вспомню, но думаю, что будет. Кто готов купить автомобиль за миллион восемьсот, который, ну, реально, вот он у нас был на тесте, но в реальной эксплуатации, особенно зимой, ну, это шестьдесят, ну, восемьдесят километров пробега. Знаете, это хорошее пожелание на будущий год. А пусть каждый сможет купить себе автомобиль за миллион восемьсот. Все равно пока что это остается таким неким гаджетом, фишкой, вот, то есть, вот я, вот, у меня вот такая есть штучка. То есть, это пятый автомобиль у меня в гараже. Это судьба большинства первопроходцев. Вот так вот многие новинки так и начинались. Вот. Но вот интересно, если мы говорим тоже все-таки как бы в неком будущем времени, да, электромобили, гибридомобили, ну, понятное дело, что гибридомобили это такая эволюционная, но тупиковая, да, ветвь развития. Ну, по всей вероятности, сегодня представляется так. То есть, сейчас уже появляются гибридомобили с возможностью подзарядки, то есть, это уже такое плавное перетекание, да, к розеткам, к электромобилям, да. Но, вот, многие ученые все-таки задаются вопросом, насколько это действительно эффективно. Вот, не получится ли так, что электромобиль приносит больше вреда в плане производства энергии, производства его самого, экологии, нежели вот эти тарахтящие, дымящие современные машины? Уверен, что нет, просто по той простой причине, что производить электричество выгоднее и эффективнее на больших станциях, а потом снабжать им электромобили. Точно так же, как вообще сейчас устроен весь мир, у нас позади розеток наших домашних не стоит генератор маленький и не вырабатывает в каждую розетку свои, так сказать, свои киловатты, свои там амперы и так далее. Точно так же и здесь. Поэтому, ну, тут опасения, может быть, несколько такие надоманные. Да, конечно же, там мы будем сжигать тонну бензина, в каждом конкретном автомобиле там, условно говоря, литр. Но так этой тонны бензина хватит, может быть, на две, на три тысячи машин, на то, чтобы зарядить их электричеством. Самое страшное, мне чувствуется такая картина, это как в неких таких фильмах о будущем, когда раз внезапно пропала электроэнергия и встало все. В принципе, отчасти это уже сейчас есть, то есть здесь еще и встанут автомобили, получается. Ну, тут вот именно. То есть автомобили встанут, но они уже на фоне остановки всего остального, мне кажется, уже не будет прямо уж такой огромной потери. Потому что если не будет электричества, сейчас не будет ничего. А в будущем году, чего мы ждем в плане экологии, экологичных автомобилей, что мы можем ждать? Ну, во-первых, я уверен, что электромобили появятся серийные еще, кроме нынешних, которые можно именно в качестве таких, ну, товарных образцов пересчитать по пальцам. Шевроле вроде собирается с парк электрический представить. Да, да. И больше чем уверен, что и в России найдутся еще смельчаки, которые поначалу просто в целях продвиженческих сюда привезут электромобили, объявят на него цену и будут продавать. Кстати, проект «Елмобиль», показан даже во Франкфурте, в принципе, он, конечно, тоже гибридомобильный, но там же было и в перспективах электромобиль, и, насколько я знаю, он будет участвовать в Дакаре. Вот и посмотрим. Тем более, до Дакара осталось совсем немного. Вот. Ну, а, кстати, будущее «Елмобиля», как на Ваш взгляд? Да мне кажется, что, собственно, оно уже наступило, он себя отработал. И мне было бы приятно, вот, так сказать, в число достижений России зачислить там и не только космические, там, так сказать, достижения и какие-нибудь оборонные. Но еще то, что мы первые придумали, да, вот такой вот автомобиль, который стал массовым, который был доступен, который так хорошо называется. Но пока все-таки это скорее... Мечты. Ну, это некий шоу-мобиль, на мой взгляд. Ну, и к тому же уж не хотелось об этом говорить в канун Нового года, но на нем такие пласты политической составляющей, на мой взгляд, что вот это и заставляет быть осторожным. Ну, посмотрим там. Будем мечтать. Дай ему Бог, пока, ну, пока это воспринимается как немножечко такие приятные мечты, действительно. Ну, кстати, касательно утечественных автомобилей, да, и вот этого безумного проекта «Ее мобиль», в которых хочется все-таки верить, как всегда, да? Вот. У нас же в этом году еще и Маруся была. То есть, тоже такой какой-то... Он вроде есть, их вроде уже как бы много, ну, какое-то количество произведено, но никто не знает, какова реальная ее перспектива. Ну, во-первых, нам обещали компанию, компанию-команду в «Формуле-1» под таким именем. А, во-вторых, я бы сказал, что, безусловно, маркетинговым успехом «Ее мобиль и Маруся» являются очень креативные имена. Вот хотя бы с этим их можно поздравить. Ну, как можно сказать по всему, что у нас сейчас происходит в стране, касательно и фильмов, и промышленности, и науки, у нас пока еще не научились делать так же качественно, ну, по крайней мере, уже картинка, название и маркетинговое продвижение уже работает действительно на европейском уровне. Это приятно, да. Позитив есть, движение вперед видно, да. «Калина» тоже очень креативное имя, хотя я, честно говоря, не разделяю этого мнения. Да, и, между прочим, сейчас в Тольятти катали образцы Калины рестайлинг, который нас ждет в следующем году. У нее очень забавно, ну, это все, это тоже западная школа, между прочим, и, на самом деле, этим-то вас овладел довольно давно. Они ее переименовали, чтобы, ну, чтобы, когда мы случайно ее сфотографировали в Тольятти, а действительно именно так и произошло, чтобы у нас не было оснований и говорят, что вот она, Калина, у нее на задней двери, на пятой, это был, по-моему, универсал, было написано «Линака Ада». Тоже хорошо. «Лада Калина» переставили букву. Кстати, в следующем году ждем обновленную Калину. И ждем обновленную Калину, да, к концу года нам обещают. Посмотрим, насколько она будет лучше Гранта, потому что все-таки, как ни крути, машина-то, ну, по большому счету, одна и та же. Ну, она, она не сколько лучше, она немножко другая просто, да. Да, Гранту мы будем иметь как седан и как, так скажем, большой хатчбек. А Калина останется в виде маленького хатчбека, такого кругузого, универсала. Поэтому они немножечко так будут разведены. Ну, как-то... Ну, и по цене, вот там... С точки зрения маркетинга странно, как-то их сделали настолько близко друг к другу. Это такая, больше японская школа, где там на каждые 100 долларов дополнительных есть отдельная машина. Да, где режут мелко-мелко, но зато они получили возможность отдельно позиционировать Гранту, как, ну, самый дешевый продукт. И самостоятельный. Самый-самый, да. Хотя, честно говоря, странно. Гранта, вроде как, автомобиль такой, ну, скажем так, что более современный, да, но, тем не менее, он получился в полтора раза дешевле, чем Калина. Так, а именно поэтому сейчас Калина делают рестайлинг, чтобы те решения, которые были на Гранте отработаны, перенести обратный унификацию на Калину. Да, потому что он дешевле получился, ну, так с него сколько всего поснимали и более грамотно подошли. В Калине были определенные просчеты с точки зрения материала. Что мешало это сделать с Калиной, потому что цены на Калину только повышались, к сожалению. Ну, в общем, почти про любой продукт можно сказать, что мешало сделать то или другое. Ну, вот, слава богу, что сейчас делают. По-моему, в России не понять. В России можно только видеть. Да, да, да. А Гранта должна быть самая дешевая. Это как бы такое позиционирование машин для дачника. Машина такая. Замены классики все-таки, как ни крути. Будем мечтать. И вам, друзья, я хочу пожелать, чтобы ваши мечты, самые светлые, самые заметные, сбылись в этом году. Я заканчиваю свою часть эфира. Прощаюсь еще раз. Поздравляю с наступающим Новым годом нашего гостя Антона Чуикина, главного редактора журнала «За рулем». Вам всего хорошего. Не переключайтесь. Увидимся через несколько секунд. Заканчивается год. И мне приятно, что именно в этот год, юбилейный для Автомобильной Федерации, мы смогли занять первых четыре места в раллийной дисциплине, в раллирейдах, на Дакаре. Мне хочется от всей души пожелать моим коллегам, нашим российским спортсменам успехов в наступающем году. Успехов. И я надеюсь, что 2012 год будет таким же успешным. И хотелось бы, чтобы больше было российских имен в международном масштабе. И я надеюсь, что Российская Автомобильная Федерация будет расширять свое влияние в мире. Сегодня мы поздравили наших чемпионов России с их победами, с призовыми местами. И хочется им пожелать, чтобы в следующем году они нас порадовали не менее выдающимися результатами на международных соревнованиях. И хотел бы, чтобы зрители телеканала «Автоплюс» были всегда возле экранов, когда идут соревнования, болели, переживали за них. И нашим гонщикам, нашим штурманам это, безусловно, поможет. С наступающим Новым годом! Дорогие зрители канала «Автоплюс», я поздравляю вас с Новым годом! И надеюсь, что ваш интерес к каналу не пропадет. А мы, участники этих передач, будем вас радовать все больше и больше. С Новым годом! И снова здравствуйте, друзья! Я подхватываю эстафету сегодняшней программы. Меня зовут Александр Добин. Я сейчас представлю очередных гостей сегодняшнего попутчика. Мы подводим итоги уходящего года с вот этими замечательными людьми, которые искренне считают, что автомобиль – это не только средство передвижения. Илья Александрович Сорокин – основатель, автор, вдохновитель. И, в общем, все эпитеты связаны с галереей одноименной. И Марк Семенович Подольский – человек, который знает про автомобили все с момента основания до момента, в общем, уходящего 2011 года. Друзья, скажите, пожалуйста, 125-летие автомобиля, которое мы отметили в уходящем году, сделали невозможное, привезли на одну из последних «Олтаймер-галерей» ту самую коляску, которую... Какими силами? Мы шли к этому... Вот наши выставки 10 лет. Мы 10 лет этого хотели. 125 машины отмечают день рождения, 10 лет выставка «Олтаймер-галереи». Да. И 115 лет первому российскому автомобилю. То есть сплошные юбилеи. Ну, на самом деле, действительно, главный, наверное, автомобиль прошедшей выставки... Мы же сегодня в основном о прошедшем годе говорим, да? Главный автомобиль прошедшей выставки – это первый автомобиль, запатентованный Карлом Бенцем, патент «Ваген-1», так он называется. Он был привезен из Германии, из музея, выставлялся в Москве 4 дня, и потом также обратно в Германию, в кломбированном вагоне, да. Марк Семенович, как человек, который несколько раз в год руками, собственно говоря, своими плечами, ну, не сказать, чтобы хрупкими, вытаскивает такие мероприятия, как ралли классических автомобилей, рассказывая огромному количеству зрителей, что, откуда и какими судьбами. Вот я интересуюсь этим в связи с тем, что в формате как раз старинных машин автомобиль – это роскошь, нежели средство, просто средство передвижения. Да, самое смешное, что он и сегодня остается роскошью. Даже тогда, когда он стал доступен по деньгам, как справедливо сказал Илья Александрович, есть некоторые вопросы, связанные с его эксплуатацией, которые остаются роскошью. А с другой стороны, вот если просто задуматься, человек, садящийся пусть даже в самую простую, самую массовую машинёшку, он, по идее, если он сам духовно богат, может ощутить колоссальную вообще подоплёку всего происходящего. Это как раз то, о чём, опять-таки, только что говорил Илья Александрович. Движение, ну, коллекционирование и представление старинных машин в России за последний год, ну, на мой взгляд, я вот пытаюсь найти подтверждение или опровержение своих слов, оно очень сильно шагнуло вперёд. Вот на эмоциональном уровне, каким был год с точки зрения отношения к автомобилю как к предмету антиквариата? Ну, однозначно да. Я бы не стал говорить, что это уж сильно антиквариат. Антиквариат, он всё-таки подразумевает, что это из периода египетских пирамид, но в этом году... Предмет искусства, окей, нажалем это так. Предмет искусства, однозначно да. И с этой стороны, скажем, вот огромный скачок. Мы как раз с Ильей Александровичем обсуждали удачу его осенней олдтаймер-галереи. Ему удалось собрать автомобили, которые были сделаны каждый в единственном экземпляре, ну, может быть, два-три. Это автомобили, в которые была вложена не только душа, но и определённая конструкторская мысль, по многим параметрам, которая была прорывной. И он собрал эти автомобили у себя в осени на олдтаймер-галереи. То, что делает роликлун классических автомобилей, это следующая ступенька. Он заставляет эти автомобили двигаться, и не просто двигаться, а ещё и состязаться между собой. И каждый тянет там за собой те свои исторические эпохи. Мне очень приятно рассказать, когда, так сказать, есть какие-то исторические факты, могущие вооружить людей, владельцев или зрителей этого события. Какие прогнозы на будущий год у вас с точки зрения вашего заведования? Давайте с вас начнём. Ну, я же не метеоролог, чтобы прогнозами заниматься. Я планы свои знаю точно. Могу даты назвать. Ближайшая выставка 8-11 марта. Какие же тут прогнозы? Всё там же в Крокусе. И опять то, чего никто никогда не видел? И опять то, чего никто никогда не видел. По крайней мере, у нас такого не было. Это будет конкурс автомобильной элегантности. Это будут самые шикарные ранее в России не показывавшиеся автомобили. Вот сейчас я хочу немножко увести вас от темы, раз уж мы подводим итоги уходящего года. У людей, в общем, имеющих отношение к автомобильной истории, этот год ещё запомнился довольно серьёзными спортивными автомобильными показателями. Я просто хотел, чтобы вы в нескольких словах дали свою оценку поэтапно. Ну вот начнём с седьмой победы Владимира Чагина на Дакаре. И насколько правильно, вот я пытаюсь ваше мнение узнать, освободить дорогу молодым, когда в этом году для всех это стало шоком. Владимир Владимирович Чагин сказал, что биратцы я закончил на этом. Чагин сделал колоссальный совершенно по своей моральной силе ход. Но надо ещё заметить, что всё-таки тот вид спорта, который Владимир Чагин блестяще реализовывал через себя на мировой арене, это роли-рейды, он требует всё-таки определённой зрелости. И в этом смысле у него тяжелейший труд, ему надо готовить специалистов. Ушёл на тренерскую работу, что называется. Но чаще всего, как Карл Сайнц, сначала несколько раз стал чемпионом мира по классическому роли, только потом пошёл осваивать вот эти вот песчаные склоны и каменистые дороги. – Илья Александрович, ещё один русский в автоспорте, небезызвестный Виталий Петров, который там на шестой гонке взял подиум, и страна воодушевлённо воспряла, и вот конец года, ну не то что омрачён, но тоже не очень ожидаемое, в общем, не самое лучшее известие по поводу того, что он покинает команду «Лотос-Рено». Вот какие-то комментарии именно там, я не знаю, как автомобильного человека, как хотите, если болельщика «Формулы-1», совершенно личностные. – Я думаю, что история всё на места расставит, и человек талантливый, человек преданный по-настоящему своему делу, он не останется за бортом, он вернётся и будет триумфатором. – То есть мы вам ещё покажем, как выражается. – Конечно, конечно, конечно. И слава богу, что такие ребята есть, которыми мы можем гордиться. У нас так мало поводов для гордости осталось. Ещё один автомобильный повод из спорта – это выступление в WRC, в общем, наверное, самого молодого спортсмена – это Женя Новиков, который, как говорят его французские коллеги, говорит, мы очень бы хотели так ездить, но, говорит, единственное, что его портит, он очень молодой и очень горячий. Вот по поводу третьего, в общем, известного всему миру автомобильного русского, тоже хотелось бы услышать ваши какие-то комментарии с точки зрения его участия в WRC в уходящем году. – Ну, Евгений стремительно прогрессировал. Просто получилось так, что на заре его автомобильной спортивной молосе я как тренер имел как-то даже отношение. – Да ладно. – Да. – И вы молчите? – Ну, а что, зачем кричать? – Пришел папа Максим и говорит, вот надо куда-то Жене, ну, вот и нашли куда. – Ну, очень талантливый горячий. – Его картинговая блестящая юность, его теперь уже ролейная молодость говорит о том, что перспективы у него, конечно, колоссальные. То есть есть внутреннее чутье, но оно не всегда правильное. В этом смысле Женя преодолеет свое горячие в самое ближайшее время сомнений нет никаких. И то, что мы его имя неоднократно услышим на самых высоких ступеньках педесталов по отчету мирового ралли, сомнений не вызывает. – И теперь вот несколько оптимистичных слов, а я надеюсь, что они именно таковыми и будут. Чего каждый из вас ждет от наступающего года? Это могут быть планы, это могут быть мечты, надежды, могут быть какие-то глобальные желания, как «Лада Гранта» выходит на мировой рынок и бьет рекорд продаж «Тойоты», существующего за последние сто лет. Ну, как вариант. Вот поэтому вам слово в этом отношении. – Я раньше смеялся всегда, когда бабушка говорила, лишь бы войны не было. Вот я хочу сказать, что у нас столько планов не на ближайший год, а на несколько ближайших лет. Мы на каждую выставку готовы привносить какую-то новую, помимо коммерческой половины выставки, какой-то новый проект, новый показ, неожиданный, очень красивый, интересный, необычный. И я желаю только одного, чтобы, как говорила бабушка, чтобы все просто шло, развивалось спокойно, чтобы нам не мешали. И мы дважды в год будем удивлять и радовать. Мы к этому готовы, мы к этому стремимся, и голова полна идей. – Ваши ожидания от 2012 года? – Ожидания самые радужные. Мне бы очень хотелось, чтобы в первую очередь аудитория «Автоплюс» расширялась. – Вот это хорошее пожелание. – Определённым образом для нас это рупор, который позволяет рассказывать о том, что делает Илья Александрович, о том, что происходит в мире классических автомобилей, о том, что происходит на нашей гоночной внутрироссийской арене. И я уверен, что как только мы сможем поделиться ещё с кем-то на уровне заражения, передать эти знания, а дальше этот наркотик, он распространяется всё очень стремительно и быстро. И, может быть, и это позволит нам чуть-чуть улучшить атмосферу, которая есть на наших дорогах, для того, чтобы было проще добираться из пункта А в пункт Б на автомобиле сегодняшнего дня в сегодняшнем дорожном движении. – Вот я готов подписаться под каждым словом, сказанным вот этими двумя замечательными людьми. С этой точки зрения я бы хотел сказать, что Новый год не за горами. Этот прошёл, вот как мы только что поняли, в общем, довольно плодотворно. А я с удовольствием представлю ещё раз своих собеседников, Лео Александрович Сорокин, названный в честь «Олтаймер-галереи», в общем, одноимённый. И Марк Семенович Подольский, человек, который является атрибутом, я сейчас даже могу сказать, талисманом всех автомобильных мероприятий, проводимых в этой стране. Друзья мои, автомобиль действительно произведение искусств. Хотим мы этого или нет, а если кто-то таковым не считает его, то вспомните вот эти слова лет через 50-70. А я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Мы продолжим через несколько секунд. С вами был Александр Добин. Не переключайтесь. Поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого лучшего в спорте, в болении за наших, ну или за своих любимых. А главное, на дорогах, за рулём, в качестве пассажиров и даже в качестве пешеходов. Уважайте друг друга. Это самое главное. То тогда всё будет. Победы и спорт, хорошее настроение. Самое главное – это уважать друг друга, друзья мои. Спасибо. С Новым годом. Всем зрительным каналам Автоплюс хотелось пожелать в наступающем Новом году всего самого доброго. Хотелось пожелать и всем участникам дорожного движения, и водителям, и пассажирам, и пешеходам, и спортсменам, и тех, кто принимает участие в подготовке спортивных мероприятий и, конечно, подготовке техники. Ну и безопасных дорог вам всем по жизни и на дороге. Дорогие телезрители, я желаю вам в следующем году каждое утро начинать с чистым сердцем, с счастливым настроением, чтобы вас встречал у порога любимый автомобиль, который никогда не ломается, всегда культурный, вежливый, останавливается на стоп-линиях, чтобы вы всегда заправлялись отличным топливом, чтобы вас не подводили страховые компании, чтобы у вас всегда-всегда полный автомобиль был друзей и семья была счастлива. Спасибо вам. С наступающим Новым годом. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Мы продолжаем наш необычный новогодний концерт, новогодний эфир, я бы так сказал. Меня зовут Сева Кущинский. Рад новой встрече с вами. Мы проговорили в этом эфире уже и про гражданскую позицию активную, которым теперь, к счастью, славится наше автомобильное население, и про технические новинки, и про спорт, и про увлечение автомобилями как предметами старины и искусства. Но так хочется праздника. Знаете, так мало праздника в нашей жизни, а вот у меня в студии сейчас сидит наш гость, который, собственно, и несет этот праздник в массы. Встречайте, Владимир Безукладников, организатор премии «Автомобиль года в России». Добрый вечер. Автомобиль года в России – это такое флешмобное движение, так сказать, я бы его так назвал, которое заточено исключительно на то, чтобы дать возможность людям определить, какой автомобиль является лучшим в каждом классе. И в этом флешмобе уже принимают участие по прошлому году, по результатам прошлого года более миллиона семиста наших сограждан, которые выразили свое мнение в отношении того, какой автомобиль они считают лучшим. При этом при всем в рамках их выражения они, безусловно, имели в виду целый комплекс тех критериев, по которым они определяют, что этот автомобиль лучше. И я думаю, что здесь, конечно же, основную решающую роль играет дизайн, эмоциональное восприятие. Хочу, нравится, люблю, куплю. Красивый, притягательный, да. Но, безусловно, как бы, еще наиважнейшими критериями являются критерии безопасности и критерии доступности автомобиля, потому что каждый выбирает автомобиль, исходя из тех возможностей, которые у него есть. Но безопасность, наконец-то, вышла практически на первое место, потому что мы хотим жить счастливо и хотим ездить на безопасных автомобилях. Безопасность автомобилей, это и активная, и пассивная безопасность автомобилей, это наиважнейшие вопросы, которые ставят перед собой и потребители, и производители. Ну и, как правило, нужно сказать, что лучшие автомобили, передовые автомобили, они все безопасны. То есть, насколько они только могут быть безопасными, потому что всегда происходит экспертная оценка, присваиваются звезды, то есть автомобили проходят краш-тесты, эксперты выносят определенные, так сказать, там, свои выводы. И, как правило, производители очень серьезно заинтересованы в том, что если автомобиль обладает тем уровнем безопасности, который обеспечивает сохранение жизни и здоровья людей, они об этом факте не умалчивают никогда. Поэтому мне кажется, что это как средство гигиены, наверное. То есть отношение к автомобилю уже сейчас не может не рассматриваться сквозь призму темы безопасности однозначно. О критике чуть-чуть буквально. Критика как позитивный фактор для развития. Вот часто критика приходит обратно? Или все-таки все более-менее удавалось? Или она позволяет тебе и вынуждает тебя быть лучше? И какие, собственно, планы? Что критикуют? Ну, критикуют многое. Критиковали, наверное, изначально очень серьезно, потому что не было ни культуры, не было ни того количества той критической массы даже тех иностранных автомобилей достижений мирового автопрома, в рамках, скажем так, которых могли бы быть знатоки. Ну, то есть люди вообще, по большому счету, не щупали, не знали ничего, да, так сказать. А голосуют-то люди, выбирают они. Вот. Когда началась вся история, связанная с развитием, бурным развитием рынка, безусловно, идея стала оправдывать себя и стала просто популярной. То есть поэтому и начался тот самый рост. А критика, она всегда нужна, и, честно говоря, как и конкуренция. То есть в общем и целом, может быть, действительно там проекту нету прямых конкурентов, но есть косвенные, которые, может быть, что-то делают более толково, более разумно. У них есть своя специализация. Я, честно говоря, критике радуюсь и соперничеству радуюсь. Я живу в постоянном ощущении конкурентной борьбы, и это тот тонус, который дает возможность двигаться вперед. Почему? Потому что встал, тебя уже нагнали. А если, грубо говоря, заснул, то тебя съели. Поэтому останавливаться нельзя, всегда вперед и как можно дальше, так сказать. Потому что мы живем этим. Просто мы этим живем. Мы не делаем это, потому что нас кто-то попросил или приказал. Мы просто делаем это, потому что нам это нравится. Если, коротенечко, вот планы какие-то на будущее. Вот насколько, ну, можно расти, 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 но, в конце концов, все империи падают. Но где вот эта грань, чтобы это было интересно и сказочно, и ярко? Ну, не уйти вот в какой-то такой попс, в плохом смысле этого слова. Качество. Качество. То есть, во-первых, находить новые методы коммуникации. То есть, искать новые возможности для того, чтобы донести идею и сделать ее более доступной. Потому что, безусловно, цифры хорошие с точки зрения участников, но они не абсолютные. А хочется абсолютного, да? То есть, хочется так, чтобы в идеале бренд-автомобиль года в России был похож на, ну, имеется в виду, на уровне Кока-Колы, а финальное мероприятие было Оскаром. То есть, вот если ты ставишь перед собой такие цели, то идти еще далеко и далеко. И там достаточно делать всего. И при этом при всем нужно понимать, что каждый этап, делая заново, так сказать, вот, потому что цикличность есть определенная, каждый раз нужно на каком-то новом качественном уровне. Потому что приходит и осознание, и опыт, и понимание, и среда меняется. Надо повышать качество. Пожалуйста, пожелай что-нибудь нашим телезрителям, вот, что тебе кажется очень важным в будущем году. Я считаю, что самым важным является здоровье. Это то, что я хотел пожелать всем зрителям. А это в том числе и безопасные автомобили. Да, безусловно. Я хотел пожелать вам всем лично, всем тем, кто создает Автоплюс и прекрасные, так сказать, программы. Вот. Я хотел бы пожелать новых ярких автомобилей для нас всех, которые дают те самые эмоции, которые мы выражаем в рамках автомобиля. Года в России, голосую за них, стремясь к ним. Вов, спасибо большое, что уделил внимание нашей программе и этому новогоднему эфиру. В свою очередь хотел бы поздравить тебя с наступающим Новым годом и всех твоих близких и родных. А также, чтобы вот этот задор, вот это вот чувство праздника не уходило у тебя. Ибо, если ты не будешь счастлив и радостен сам, то вряд ли тебе удастся нанести эту прекрасную атмосферу до нас и до всех телезрителей. Друзья, это был Владимир Безукладников, организатор премии «Автомобиль года в России». Не переключайтесь, пожалуйста. Впереди у нас еще есть о чем поговорить в новогоднем эфире. Дорогие зрители, дорогие болельщики, болейте за нас, за ралли-рейды. Сейчас часть команды наших россиян находится в Африке и стремится к Дакару, к настоящему Дакару. Другая часть готовится к старту. Буквально через два дня они выходят на старт в Буэнос-Аресе. От себя лично, от всех наших ребятишек, которые сейчас там в тяжелых условиях, в пустынях, я поздравляю вас с Новым годом. Поздравляю вас с теми успехами, которые у нас были в этом году. Болейте за нас и в будущем году мы вас не подведем. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад держать этот микрофон вот с этой эмблемой «Автоплюс». Меня зовут Петр Подгородецкий, я музыкант. Пожелание вам, прежде всего вам, смотреть канал «Автоплюс», как это делаю я. Я это делаю постоянно в любое удобное и свободное у меня время. Ну и, конечно, я поздравляю автоканал «Автоплюс» с наступающим Новым годом, с Рождеством. Дай Бог вам еще замечательных покатушек, которые мы обязательно смотрим. И замечательных программ и попутчика, и своими глазами, и прочих, и прочих. Причислять можно многое. Я думаю, что зрители канала все это знают. Ребята, смотрите обязательно. Обязательно. Уважаемые зрители канала «Автоплюс», я, пользуясь случаем, хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом, с наступающими рождественскими праздниками и пожелать искренне успехов в вашей жизни. И самое главное, я бы хотел своим примером, примером нашей команды и примером нашего проекта «Ео Мобиль» зарядить вас позитивной энергией. И нужно верить, нужно ломать стереотипы свое неверие. И только тогда у нас будет счастливая жизнь. И самое главное, следующий год будет гораздо лучше, чем прошедший. Спасибо большое. С Новым годом. И снова, дорогие друзья, добрый вечер. С вами опять Сева Кущинский. Мы продолжаем подводить итоги прошедшего года. И сейчас в гостях у меня генеральный директор агентства «Завод» Наталья Гре. Наташа, спасибо, что нашла время в предновогодней суете прийти в студию. Спасибо, что пригласили. И вообще замечательно то, что вы уделяете такое внимание теме безопасности дорожного движения. Эта тема у нас я вот решил вывести в такую вот основополагающую, завершающую, поскольку мы обсуждали и спорт, и какую-то любовь к автомобилям, и историю, и все, что происходило на наших дорогах. В смысле документов, законотворчества такого вот. Но все-таки всего этого может не хватить для счастливой жизни. И не хватит, если мы не будем думать о безопасности. Поэтому очень хотелось вспомнить то, что делало твоё агентство за этот год. Может быть, напомнишь нашим телевизорителям? На самом деле у нас были, наверное, две такие крупномасштабные акции. Первая касалась тема пассажиров, потому что мы выделили, наверное, первый раз так активно группу участников дорожного движения, так как поняли статистики, что на самом деле одна треть людей, которые гибнут на дорогах, это как раз являются пассажиры. Люди, которые ничего не могут сделать в этой ситуации. Ну вот, на самом деле, как раз цель компании была сказать пассажирам о том, что они могут. И должны. И должны, да. По сути, мы сделали очень большой акцент на эту тему. После этого достаточно активно в СМИ стали обсуждаться и темы с автобусами. Ну, в принципе, на самом деле, темы, которые касаются пассажирского транспорта. Да, были сделаны несколько инициатив, касающиеся такси, которые, наверное, до сих пор очень много обсуждают. Некоторые из этих инициатив спорные. Но, что самое главное, что принципиально эта тема затронута. Госавтоинспекция ей серьезно занимается. Законодательство тоже, я думаю, будет откорректировано. И все-таки пассажир станет равноправным участником дорожного движения, а не неким безмолвным существом, которое перевозят и в тех условиях, которые есть. Да, все-таки мы говорим о том, что пассажир должен бороться за свое право гражданской безопасной перевозки. Вот. Вторая тема касалась очень страшной темы. Это тема перевозки детей. По результатам в ЦОМ мы выяснили, что у нас очень ошибочное представление о том, что происходит на дорогах России. Все искренне считают то, что гибнут дети-пешеходы. При этом как раз по детям-пешеходам у нас сокращение на 12% в этом году. А вот что касается детей, которые гибнут по вине родителей, у нас достаточно большой рост. Вот. Ну что значит большой рост? Вообще, каждая смерть каждого ребенка, это на самом деле очень страшно. Поэтому мы провели компанию, которая называлась «Автокресло детям», которая получила огромную поддержку как в СМИ, так и на, естественно, среди госавтоинспекции. Несмотря на то, что мы провели акции только в 10 городах, на самом деле она была поддержана в каждом регионе. И, в общем-то, каждый сотрудник госавтоинспекции на местах постарался сделать что-то свое, творческое, креативное. Вот. Очень гордимся. Достаточно простой, но интересной акцией, когда мы совместно с Минздравом провели акцию в роддоме. Да, и как раз пообщались с будущими родителями, вернее, родителями, которые только что стали родителями. «Предъяви кресло, получи ребенка». Да, «Получи ребенка». Название такое было всегда интригующее, немножко шокирующее. Как это? Думали, что слоган перепутан. Наоборот, «Предъяви ребенка, получи кресло», здесь все как раз. Ну, на самом деле, да. И принципиально, я считаю, что это очень стратегический подход, потому что если родители будут задумываться о безопасной перевозке с самого рождения ребенка, то, по сути, мы будем формировать совершенно другую культуру поведения на дороге. То есть перевозка детей, обучение потом ребенка правильному переходу улиц, потом образование в конечном счете и потенциально культурных водителей. И вот здесь, наверное, хотелось бы отметить все-таки главное событие этого года. И, как вы знаете, два года назад прошла первая министерская конференция по безопасности дорожного движения. И в этом году мы видим огромный результат. По сути, конференция была инициирована Российской Федерацией. После этого была принята резолюция ВОН, да, которая на сегодняшний день вывелась в мае этого года в некую декаду действий, которые присоединились более ста стран мира, которые будут объединяться в борьбе за безопасность дорожного движения. И здесь очень важно подчеркнуть, что Виктор Николаевич Кирианов, который был организатором этой конференции, идеологом, на сегодняшний день ведет огромную международную работу. Я думаю, что в ближайшие годы те стандарты безопасности, которые приняты в Европе и в прогрессивных странах мира, будут обязательно внедрены у нас. Смотри, вот реклама, она все-таки воздействует на взрослых, потому что такой серьезный язык. А как быть с детишками? Вот как дети... Что нужно делать? Как помочь нам, тебе, чтобы мы достучались до детишек, до всех? По сути, наверное, тема безопасности – это тема образования. Да, образование должно прививаться в первую очередь с родителями. Поэтому вот мы говорили о том, чтобы выходили с инициативы к тому, чтобы поднять штраф до стоимости детского кресла. Сейчас он только 500 рублей. Договориться с Минздравом, тоже выйти с законопроектом о том, чтобы родителям не выдавали ребенка без детского кресла. А почему? Потому что если ты покупаешь первое детское кресло, ты обязательно купишь второе. Когда ты купишь второе, ты обязательно купишь третье. Потому что каждая возрастная категория имеет свой размер. Когда ты будешь заботиться сам о перевозке, ты будешь достаточно подозрительно смотреть на родителей, которые... Не пользуются. Не пользуются. Это первый момент. Ты вряд ли отпустишь своего ребенка на экскурсии в каком-нибудь, извините, раздолбанном автобусе. Ты все-таки проверишь, чтобы у него были нормальные условия безопасности. Ты будешь объяснять ребенку, как дойти до школы и так далее. И, конечно, должно помогать образование. Потому что объяснить ребенку, как вести себя в тех или иных ситуациях, это должен профессионально делать, наверное, в рамках образовательной программы учитель. И, естественно, подготовка молодых водителей. Потому что то, что мы видим сейчас, в принципе, это везде в Европе и в мире. Самая высокая смертность среди молодежи – это с первого по третьего года опыта вождения. Поэтому мы должны очень серьезно подходить к подготовке водителей. Не то, что сейчас происходит в автомобильных школах. Да, это должны быть нормальные тренинги. И человек должен понимать, что он сдает не экзамен на права, а он должен сдать экзамен на собственную безопасность и безопасное поведение на дороге. О планах, может быть, поделишься, если это не является коммерческой тайной и не нарушит твои планы? Нет, на самом деле коммерческой тайны нет. Мы сейчас думаем над продвижением темы скорости. Потому что, по сути, мы понимаем, во-первых, в стране сейчас ставится очень много камер. И мы все получаем очень много штрафов. Вот, о чем бы хотелось... Не все, кто нарушает. Я бы сказала так, что раньше или позже, да, просто на самом деле, почему мы не получаем? Потому что... Нарушили там, где повезло, не стояла камера, да? Либо так, либо у нас на самом деле сейчас стоит такой лимит, что когда ты превышаешь на 10 километров в час, сравнительно редко тебя задержат, да, либо ты получишь штраф. А эти 10 километров могут послужить фактально. И, по сути, в принципе, превышение скорости, оно как таковое является причиной всего, да? Это и выезд на встречку. Потому что неправильно выбранная скорость, это как бы ты не успеваешь выполнить маневр. Ты можешь ехать по паркингу со скоростью 10 километров в час. Вместо пяти ты можешь сбить ребенка. Это может быть неправильно выбранная скорость во время плохих погодных условий, да, когда есть колейность и так далее. Люди должны понимать, что есть ли смысл спешить, если, в принципе, спешить действительно некуда. Потому что все расчеты, да, это все показывает то, что, в принципе, вот эти 10 километров в час, на самом деле, по городу, они вообще ничего не решают. Поэтому принципиально следующая тема, это будет правильно выбранная скорость. Я бы, наверное, таким образом сформулировала. И я думаю, что мы производим достаточно интересный подход. Я думаю, что в очередной раз без всяких страшилок, все-таки, которые могли бы людей напугать. Но при этом мы бы очень... А действительно ты веришь, что они пугают? Это вредит? Я искренне считаю, что в любой стране очень много социальных проблем, да. Это и рак, это и СПИД, это... На самом деле мы их все знаем, наркомания. Вот представь себе там на пять минут, что у тебя в течение часа будет 10 рекламных роликов социальных, да. Пугающими тебя со всех сторон. Я бы не хотела включать телевизор. Я считаю, что мы должны не пугать. Мы должны формировать очень позитивный, хороший пример. И показывать. У нас должны быть свои Брэды Пиды с Анжелинами Джоли, которые рожают детей, которые усыновляют детей. Нужно убирать программы типа «Дома-2». Нужно формировать хорошие, здоровые семейные отношения. То есть, по сути, сейчас страна находится на том этапе, когда я думаю, что мы готовы показывать хороший пример и вести за собой, нежели объяснять, как не делать. Потому что если мы будем объяснять, как не делать, мы будем жить в очень негативной обстановке, а с нашими погодными условиями это просто противопоказано. Негативный фон замедлит, в общем, восприятие... Абсолютно точно. А потом, кто хочет жить негативно, на самом деле? Давайте пытаться становиться лучше и брать пример чего-то светлого и хорошего. Наташа, я хочу пожелать тебе в новом году не потерять вот эту искорку в глазах и в сердце, учить нас вот этой доброте. Напоминаю, что в гостях была генеральный директор агентства «Завод» Наталья Агре. Наташа, спасибо тебе и с наступающим Новым годом. Друзья, вы, пожалуйста, смотрите, обращайте внимание на эти прекрасные ролики, которые учат нас быть цивилизованными и, в конце концов, оставаться живыми. А ведь это самое главное, чего я хочу позвать вам в новом году. Быть здоровыми, счастливыми и просто быть. Берегите себя. С вами был Север Кучинский. Вы смотрели программу «Попутчик» на телеканале «Автоплюс». С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин